Добрый день! Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской Метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В этом году состоялось празднование большого юбилея одного из старейших периодических изданий 150-летия журнала «Пензенские епархиальные ведомости». О его истории в дни сегодняшнем расскажет гость нашей студии, главный редактор «Пензенских епархиальных ведомостей», председатель издательского отдела «Пензенской епархии» Евгений Белохвостиков. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Первый вопрос, наверное, традиционный. Расскажите об истории становления журнала, о том, чем была продиктована необходимость его издания, кто был первым редактором, какие разделы, может быть, содержал дореволюционный журнал. Да, действительно, история основания пензенских епархиальных ведомостей – это любопытная история, потому что, во-первых, это был первый журнал в Пензенской губернии в принципе, он не только старейший, до этого выходила только газета «Пензенские губернские ведомости», и это был один из первых епархиальных журналов в Российской империи вообще. Вообще, идею создания епархиальных ведомостей как журнала в масштабах Российской империи выдвинул святитель Иннокентий Херсонский Таврический, выдающийся архипастер середины XIX века, и постепенно, в 850-х, 60-х годах журналы появлялись. Появились они и в Пензен в 866 году, 1 января, вышел первый номер. В правящем архиереем у нас тогда был епископ Антоний I Смолин, который был достаточно энергичным, надо сказать, управляющим епархией, объезжал практически регулярно ее, трудился в появлении первого периодического издания. А первым редактором, если быть точным, неофициальной части, потому что я сейчас скажу об этом, журнал делился на две части, был протеерей Яков Петрович Бурлутский, тоже фигура очень знаковая для Пензы, фактически основоположник Пензенского церковного краеведения, инспектор духовной семинарии, бывший знакомым по этой должности, кстати, с тогдашним семинаристом Василием Ключевским. Вот как можно было бы ожидать, с первой церковной краеведой великий историк соприкасались, но не дружили и даже не в особо были теплых отношениях. Но тем не менее, если говорить не о биографии Ключевского, а о журнале «Епархиальные ведомости», то, конечно, Бурлутский сыграл очень большую и позитивную роль. Он был и первый редактор, и автор первых серьёзных для нас до сих пор интересных циклов публикаций по истории честимых икон, например, в Пензенской губернии, по истории раскола, по истории бунтарских движений в Пензе. И вот на самом деле, вот журнал, как он был в 1866 году, первые 51 год своего счетования, то есть до революции, он не сильно менялся, он выходил дважды в месяц на простой, практически папиросной, как сейчас сказали, бумаге, стоял двух частей, официальной и неофициальной. Официальная часть – это распоряжение начальства, как общегосударственного, общецерковного, так и епархиального. Неофициальное – то, что нам сейчас прежде всего интересно, это краеведческие публикации, это проповеди, это этнографические материалы. Словно, это самый разнообразный спектр публикаций, и действительно, если бы не было такого журнала, или если бы он не сохранился, мы бы себе представляли историю Пензы дореволюционной, и, кстати, не только Пензы, но и всей губернии, а это практически вся нынешняя Мордовия, а не только Пензенская область. Мы бы представляли её намного более скупо, намного более скучно, если бы были только официальные данные, не было бы всех этих замечательных публикаций. — Вполне ожидаемо, что после революции епархиальная типография была закрыта. Однако в 90-е годы, когда журнал возрождался, тоже нельзя назвать простым временем. Расскажите, как происходило уже в это время возрождение Пензенских епархиальных ведомостей? — Да, на самом деле, епархиальные ведомости выходили до декабря 1917 года, когда в Пензен пришла советская власть, естественно, всё прекратилось. И как только появилась первая возможность вновь в епархии обрести своё издание, это было ещё даже при советской, кстати, власти, в конце 90-го года, по благословению владыки Серафима Тихонова, тогдашнего архиепископа Пензенского, ещё, кстати, сказать, Пензенского и Саранского, даже не Пензенского, а Кузнецкого, ещё Мордовия в то время до сих пор входила в Пензенскую епархию, появилась сначала газета. Газета, которая вот сейчас у меня на столе как раз подшивка, за 90-е годы «Епархиальные ведомости» возобновлены в декабре 90-го года, издают с 1866 года. Газета, конечно, проигрывала, наверное, революционному журналу, потому что здесь очень много было перепечаток, потому что был дефицит вообще церковной литературы, те, кто были тогда в церкви и интересовались, они, конечно, помнят. Здесь много такой вот, ну, общепросветительской, миссионерской информации, не так много публикаций каких-то кривических, каких-то местных, которые хотели, но тут тоже есть история Пензенской епархии, тоже представлены архиерейские службы, тоже важный источник. Опять же, надо понимать, что не было ничего. И это была действительно веха, действительно новый этап. Ну, новый этап длился в таком вот виде где-то порядка 7 лет. В прогрерии 200-летия Пензенской епархии Владыка Серафим посчитал, нужно возразить епархиальную ведомость именно как журнал. И вот, собственно говоря, он получился вот такой, вот тоже один из нескольких номеров из епархиальных ведомостей, рубежа 90-х, 2000-х у меня в руках. Выходил 4 раза в год. Вот такой, в общем-то, простенький, с цветной обложкой, с чёрно-белым содержанием. Редактором был Александр Игоревич Зеворжанский. Мне приятно сказать, что в 2002 году он меня взял на должность помощника епархиальных ведомостей. И вот, собственно, так получилось, что я спустя много лет после него и тоже принял эту эстафету и принял участие в их создании. Но потом, увы, в 2003, если не ошибаюсь, году наступил перерыв. Ну, были тоже времена непростые, тоже был определённый кризис, не было финансирования. На несколько лет журнал снова прекратил существование. А кто стал инициатором возрождения вновь к жизни журнала и подарил ему, можно сказать, уже третью жизнь? Да, действительно, вот наш современный этап журнала начинается 6 лет назад. В январе 2010 года вышел первый номер журнала уже примерно в том виде, в каком он сейчас выходит, то есть полностью цветной, глянцевый, журнал уже такого вот большого формата на 40 полосах. Инициатором был Владык Вениамин, тогда епископ Люберецкий, временно управляющий Пенинской епархией, а ныне митрополит Оренбургский Саракташский. Он же первые несколько месяцев принял на себя должность главного редактора, чтобы придать вес изданию. Ну, а непосредственно журналом занимался и в последующем стал главным редактором. Игумен Нестор, ныне преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский, во многом благодаря которому, собственно, епархиальные ведомости вот в нынешнем своём виде, с нынешними рубриками, с нынешней структурой и были сформированы. И, в общем-то, я, приняв от него эту должность два года назад, по большому счёту, конечно, творчески, но продолжаю именно его линию. Спасибо, Евгений. А сейчас давайте вспомним о том, как именно происходили торжества, приуроченные к юбилею издания, которые, к слову сказать, состоялись в День православной книги. Вот так полтора века назад выглядел первый номер епархиальных ведомостей, а это их первый редактор. Тогда в Пензенской губернии вообще никаких журналов не издавали. Этот журнал был, прежде всего, конечно, тем вестником церковных новостей, научных богословских статей и проповедей, которые в этом журнале размещали многие известные на всю Россию священнослужители. Начиная с 1866 года и больше полувека в Пензе печатали епархиальные ведомости, а в декабре 1917 года пришла советская власть, и журнал закрыли. Новости церковной жизни, краеведческие материалы и проповеди в печатном виде возобновили только спустя 70 с лишним лет. После периода, который именует вторым крещением Руси, епархиальные ведомости выходили в виде газеты. По благословению преснопамятного архиепископа Серафима Тихонова, позднее внешний облик издания изменился. Где не было вообще цветных иллюстраций. Единственным возможным было в 1998 году сделать вот такую плохенькую цветную фотографию. Мы в частной типографии печатали, а о таком даже не мечталось, что журнал будет полноцветным, что интересно будет все эти картинки разглядывать. Современные епархиальные ведомости – это полновесный журнал, выходящий на 48 полосах. В нем собраны не только новости и официальная информация, но и очерки, интервью, проповеди. Пенза православная. Ее история, ее современность, ее герои. Поэтому, я думаю, как раз общее содержание, оно за эти 150 лет, общая концепция, она не изменилась. Выход пензенских епархиальных ведомостей в виде красочного журнала возродил владыка Вениамин, несколько лет возглавлявший пензенскую кафедру. Главным редактором в то время стал нынешний глава Кузнецкой епархии – епископ Нестор. Пензенские епархиальные ведомости – это в какой-то мере жемчужина российского образования, культуры. Потому что на страницах этого замечательного издания, по сути дела, запечатлена не только история пензенской епархии, но и история пензенской провинции. Кстати, трое редакторов на протяжении полуторавековой истории журнала впоследствии стали архиереями. Вы смотрите программу «Вопросы веры». Мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодняшний разговор посвящен 150-летнему юбилею журнала «Пензенские епархиальные ведомости» и в нашей студии главный редактор журнала Евгений Белохвостиков. Евгений, до того, как прервать наш разговор, мы немножко вспомнили историю издания людей, стоящих у истоков журнала. А чем нынешнее издание принципиально отличается от дореволюционного? Ну, принципиально, конечно, если говорить, то прежде всего надо говорить об оформлении. Понятно, что до революции, представив себе полноцветный, цветной, глянцевый журнал, в провинции, тем более, было вообще невозможно. Сейчас это не проблема, сейчас это реальность. И, наверное, веяние времени, потому что, ну, согласитесь, намного приятнее взять в руки журнал, когда вот он вот такой вот красивый. А если говорить о содержании, мне кажется, что не совсем было бы правильно говорить, что вот он кардинально как-то принципиально отличается. Основную линию мы всё-таки продолжаем. Основная линия в том, чтобы доносить до пензенцев современность пензы православной, доносить какие-то основы веры, какие-то и интересные, и полезные вещи для любого церковного человека. Конечно, это как было, так и осталось. Единственное, есть отличие в том, что мы даём очень мало, принципиально мало какого-то иногороднего общецерковного материала. С чем это связано? С тем, что и до революции, и в 90-е годы был дефицит такой литературы, и, конечно, редакторы старались это дать, потому что, если не прочитают здесь, может быть, вообще нигде не прочитают. Сейчас этого дефицита нет, сейчас у многих есть интернет, если нет интернета, есть церковная лавка, хочется верить, что где-то поблизости от дома. И, в общем, если человек заинтересуется такими вот вещами, он их найдёт, и нет смысла на это тратить журнальные площади, перепечатывать. Поэтому, конечно, мы даём максимальное количество оригинального материала и исторического, и современного, и что касается проповедей. Если это перепечатки, то это действительно какие-то редкие вещи, которые так просто вот не найдёшь, даже в интернете, даже в библиотеке. И всё равно это какие-то вещи, которые как-то с пензой более-менее связаны. А кто выступает в качестве авторов? Это священники или, может быть, учёные, журналисты? В плане сотрудничества с автором мы вообще готовы рассмотреть любые рукописи. Единственное, что мы в силу всё-таки ограниченности объёма не берём художественную литературу. К сожалению, у нас тихие прозы за рамками журнала остаются. А так, на самом деле, участвуют и наши клирики. Участвуют журналисты, причём как те, кто непосредственно у нас члены редколлегии, сотрудники редакции, так и светские журналисты, которые иногда пишут материалы на церковные темы, мы их с удовольствием также берём, помещаем, потому что за всем не угонишься, тем более у нас, конечно, коллектив не такой большой. Конечно, всегда приятно, когда кто-то ещё сотрудничает. Может быть, сейчас, навскидку, вы могли бы вспомнить какого-то именитого или, наоборот, малоизвестного, но очень интересного героя публикации журнала? Ну, я должен сказать, что для меня, как всё-таки для краеведов, прежде всего, дорогие церковно-исторические публикации. И надо сказать, что им отдавалось преимущество очень многими редакторами. Я уже упомянул и про Терриякова Бурлутского, который, собственно, стоял у истоков и церковного краеведения, и журнала. А потом ещё был более 40 лет редактором Алексея Егоровича Попова до революции, который тоже был церковным краеведом. Потом так сложилось, что был и Александр Дворжанский, уже основоположник современного церковного краеведения. Поэтому, конечно, мы не могли как-то пройти мимо церковного краеведения, даже если бы и не моя к этому, например, склонность. Мне бы хотелось выделить и из древолюционных, и из современных публикаций материалы о святителе Иннокентии Пензенском. Потому что, если говорить о древолюционных, то, по сути, именно публикации о чудесах по молитвам к святителю Иннокентию, и тогда ещё не канонизированному, которые многократно, регулярно публиковались в древолюционном журнале, они, в том числе, легли в основу решения о его канонизации, который был принят в 2000 году на Архиорейском соборе. В 2000 году, после собора, именно в нашем журнале было опубликовано первое житие, написанное, кстати, как раз и главным редактором тогдашним Александром Дворжанским. И, соответственно, сейчас мы продолжаем эту линию, и мне приятно сказать, что мы опубликовали впервые несколько писем святителя, мы опубликовали впервые его стихи, до этого вообще, по большому счёту, никто не знал, что он из стихи-то писал. Мы вот в свежем номере опубликовали впервые его прижизненный портрет. И мне кажется, что это какой-то моральный долг и пензенцев, конечно, чтить память нашего главного святого, и говорить о нём, печатать о нём материалы, ну и наш долг перед предшественниками, потому что, как я говорил, на всём протяжении истории, епархиальные ведомости уделяли святителю очень большое внимание. Спасибо, Евгений. А сейчас пришло время познакомиться с наиболее яркими событиями из жизни пензы православной в рубрике «Седмица». Продолжается Великий пост. По вечерей с чтением третьей части Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского владыка Серафим совершил в храме великомученика Дмитрия Солунского города Каменки. За богослужением пел хор храма под управлением регента Ксении Мохнатовой. Служба состоялась в среду первой недели Великого Поста. Канон преподобного Андрея Критского назван великим как по множеству мыслей и воспоминаний, заключённых в нём, так и по количеству тропарей. В обычных канонах их около 30, в этом случае почти 250. А в среду первой седмице к Великому Канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей с глубокого духовного падения к высокому благочестию. ПЕСНЯ 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 Великий Канон завершается тропарями в честь его Творца, святого Андрея Критского. ПЕСНЯ В неделю торжества православия божественную литургию в Испенском кафедральном соборе Пенза возглавил владыка-метрополит. ПЕСНЯ 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 И являемся истинными иконопочитателями, как и исповедниками тех догматов церкви, которые святые отцы установили в течение всеми вселенских соборов. Владыка пожелал всем собравшимся твердой непоколебимой веры и помощи Божией в дальнейшем прохождении Великого Поста. Во вторую неделю Великого Поста, посвященную памяти святителя Григория Паламы, владыку Серафима встречали духовенство и прихожане Церкви Ведения во храм Пресвятой Богородицы, что в селе Чемодановка Бессоновского района. Митрополит Пензенский Нижнеламовский Серафим возглавил Божественную Литургию святителя Василия Великого. И Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. К созданию этого храма, как подчеркнул его настоятель, отец Дмитрий Викулин, приложили свои руки и средства многие сельчане. Сейчас речь идет о дальнейшем благоукрашении и возможном строительстве нового. Сегодняшнее богослужение для нас – богослужение надежды. Большая она будет или малая, мы берем планку повыше. И надеемся, и с вашими молитвами, и мы не оставляя того же, с нашим желанием, что как-то все в этом месте переменится. В своем слове к пастве Владыка Митрополит сделал акцент на продолжение Великого Поста и пожелал православным верующим достойно пройти его до Пасхи. Внутреннее очищение, приближение к Богу, когда мы все стремимся покаяться и достойно приобщиться к святых христовых тайн. Жизнь, которая была прежде, сдвинется с мертвой точки, и мы найдем возможность к тому, чтобы заново созидать. Появится и полноценный храм, и будет для всех вас возможность в этом храме благолепно молиться. Колокольным звоном встречал Покровский храм села Верхний Ломов владыку митрополита в день памяти преподобного Алексея, человека Божия. Сюда он прибыл, чтобы отслужить литургию прежде освященных даров. Преподобный Алексей своей земной жизнью явил пример глубочайшего смирения. Об этом в проповеди перед причастием напомнил верующим игумен Амвросий из Саратовской митрополии. Часть литургии смиренно стояли на коленях духовенства и прихожане. Православных причастил владыка, после чего обратился ко всем с архипастерским словом. Явил нам пример полного отречения от мира, от всей суеты мира. И, безусловно, конечно, явил такой великий подвиг, к коему все мы с вами, подражатели, вряд ли можем быть. Поскольку такое терпновение пред Богом может иметь человек, обладающий великой верой. В знак благодарности за совместную молитву священнослужители преподнесли владыке святой образ. Вы смотрите программу «Вопросы веры». И мы продолжаем беседу с председателем издательского отдела Пензенской епархии, главным редактором журнала «Пензенские епархиальные ведомости» Евгением Белохвостиковым. Евгений, преодолев определенный временный рубеж, 150 лет все-таки не каждый журнал далеко существует, пусть даже с перерывами. Планируется ли в связи с этим кардинально что-то обновить? Может быть, внешнее, может быть, внутреннее в журнале? Мы меняемся, ну, можно сказать, постоянно. Потому что, например, традиция, которая была заложена еще Александром Дворжанским, что каждый год на обложке публиковалась новая фотография. Это очень удобно, то есть мы видим, что есть на обложке Троица-Канта-Монастыря, это 99-й год. Если на обложке, например, храма Михаила Архангела на площади Поведа, это 2002-й год. Также мы сейчас, к примеру, продолжаем эту традицию. Планируется, что обложки каждый год меняются и имеют какой-то свой стиль. То есть, если 2010-й год, это, например, были люди церкви на обложке. Если потом были интерьеры храмов, святые источники. В прошлом году, например, у нас были картины пензенских живописцев на церковную тематику, которые тоже очень украсили обложки. А в этом году у нас фотографии старой пензенцы, потому что журнал стилизован под оформление XIX века. Мы взяли оттуда обложку, вот эту вот надпись «Пензенские епархиальные ведомости» по старой орфографии. Соответственно, там виды старой пензенцы. Ну, преимущественно храмов, конечно. Вот это, если говорить о внешнем, если говорить о внутреннем, ну, конечно, мы стараемся как-то меняться, становиться интереснее. Мы становимся чуть-чуть больше, потому что мы с этого года чуть-чуть, но увеличили объём с 40 до 48 полос. Для нас это, конечно, не так громко звучит, но на самом деле это тоже шаг. Мы стараемся меняться в плане интересности, то есть как можно меньше просто какой-то официальной хроники уделять, внимания как можно больше давать интересных публикаций, соответственно, чтобы их подобрать, ну, собрать, просто найти. У нас всё-таки не так много людей в пензене пишут на эту саму тематику. Конечно, это тоже такое постепенное, ну, как мне хочется думать, изменение к лучшему. В общем, мы совершенствуемся по мере сил и возможностей. А в чём, на Ваш взгляд, заключается преимущество журнала Пензенской и Пархиальной ведомости перед другими церковными или светскими изданиями о церкви? Не могу сказать, что есть какое-то преимущество, прямо скажу. Тем более, что сравнивать у нас есть с чем. Если брать федеральный уровень, даже какой сейчас журнал Московской патриархии, все знают, что это уже планка, на которую ипархиальным местным журналам равняться и равняться. Но даже наши соседи, например, замечательный журнал «Саратовская митрополия православия и современности» – это тоже планка, до которой нам ещё расти и расти. И говорить, что мы лучше кого-то, мне кажется, пока ещё рано, хотя мы, конечно, к этому стремимся и нет предела совершенства. Но, с другой стороны, мне приятно сказать, что, как мне кажется, мы становимся нормальным читаемым журналом. То есть не то, как это у многих ассоциировалось, не знаю почему, что если это ведомость, это какие-то казённые списки, каталоги там должны быть. Несмотря на такое историческое, может быть, архаичное даже название, мы приближаемся к тому, что это был действительно полноценный журнал о жизни пензоправославия. Последний вопрос, может быть, самый главный для наших телезрителей. Где и как приобрести журнал «Пензенские ипархиальные ведомости»? Насколько я знаю, он распространяется бесплатно. Да, действительно, приобрести, найти журнал можно на приходах Пензенской метрополии. Кстати, мне приятно сказать, что он распространяется не только в Пензенской епархии, но и во всех трёх епархиях Пензенской метрополии, также в Кузнецкой и Сердобской, потому что мы и освещаем жизнь, соответственно, и Кузнецкой, и Сердобской епархии, и архиерейские указы и распоряжения тоже, соответственно, печатаем их. Приходы сами принимают решение, ну, где как просто по возможности, где есть возможность, там журнал бесплатно распространяется, где нет, там он за какую-то тематическую плату распространяется. Ну, и самое главное, он должен быть, конечно, в храмах и библиотеках, и мы распространяем его по учреждениям культуры, по библиотекам, музеям города Пензо. Соответственно, там тоже с подшивками за прошлые годы и с новыми номерами тоже можно познакомиться. Ну, и опять же-таки, если говорить для иногородних слушателей, все наши выпуски, начиная с 2010 года, хранятся на сайте Пенинской епархии в формате PDF, все можно открыть, почитать. Ну, а выпуски дореволюционные, недавно тоже приятная новость, были оцифрованы в Российской национальной библиотеке. Соответственно, все номера с 866 по 917 включительно можно посмотреть на сайте Российской национальной библиотеки, проблем никаких. Спасибо за интересные беседы, удачи вам в нелегком издательском деле. А я напомню, у нас в гостях был председатель издательского отдела Пензенской епархии, главный редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости» Евгений Белохвостиков. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok